Волейбол в школу. Муниципальные и региональные этапы волейбола среди команд учащихся образовательных организаций стартовал во дворце Спорта Норд. Ежегодное мероприятие проводится в рамках общероссийского проекта. В этом году организаторы Игр отмечают, что участие в соревнованиях принимает рекордное количество участников – более 270. За звание лучшей волейбольной команды округа будут бороться 27 команд, 9 из них сельские. В этом году на соревнования приехали спортсмены из сел Ома, Великовисочная, Тельвиска, Нижняя Пеша, Оксина, поселков Индиго, Каратайка, Хрута, Амдерма и Красная. Я хочу пожелать вам всем обязательной победы, но уверен, что проиграться здесь точно не будет. Все участники соревнований разделены на две возрастные группы. Младшая – спортсмены 2003-2004 годов рождения, старшая – 2000-2002. По регламенту соревнований в подгруппе, где меньше семи команд, игры проходят по круговой системе. То есть каждая команда играет с каждой. В подгруппе, где больше восьми команд, игры будут проходить по круговой системе, а лучших определяют на стыковочных матчах. Я уже видел игры. По старшим юношам, в принципе, Пеша очень неплохая, достойная команда. Я думаю, что она поборется за призы, а может быть даже за первое место. Неплохая команда по юношам с Харуты. Я думаю, они тоже поборются за призовые места. По девушкам уровень немножко послабже. Там в основном городские команды. Ну а так, в принципе, добротный уровень. С каждым годом уровень волейбола у нас только растет. Победителя их должно быть четыре, получат кубки и дипломы. Команды лидеров младшей возрастной группе среди девушек и юношей примут участие во всероссийских соревнованиях «Серебряный мяч», которые состоятся в городе Петрозаводск 23-27 апреля. Ольга Руслова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».